Ну а теперь важный термин на эту тему. Пара хромосомы, имеющие сходное строение и несущие сходные системы аллели, называются гомологи или гомологичная хромосома. Пара хромосомы, имеющие сходное строение и несущие сходные системы запись и признаков, называются гомологи. Скажите, в вашем теле, в каждой клетке, сколько гомологичных парах хромосомы в каждом левре? И все же? Не верно. 22 гомологичных. А еще одна пара гомологичных. Вот эта гомологичная другая? Нет. Итак, 22 гомологичные пары и одна пара половых хромосом. Вот это дело солью. Ну а теперь можно всем иметь. И начнем мы с минюзом лобка. Характеризм хромосомного набора, галлоидного, диплоидного, тетрахлоидного или какой-либо, как я уже показывал, обозначают числом Н. Если я записал просто вот так, даже без цена доединиться, это значит, что у такого организма, у которого число хромосом равно Н, хромосомы образуют гомологичные пары или не образуют? Не образуют. Нет, это гоплоидный организм. Никаких гомологичных парах хромосомов им конечно нет. У организма 2Н. Хромосомы образуют гомологичные пары или нет? Образуют. Да, давляющее большинство, конечно, образуют. Почему количество хромосомов двоилось? Потому что один набор отпад, а второй отмал. Каждый хромосом двух вариантов. А теперь есть еще один показатель, который сейчас вам может показаться каким-то лишним или странным. Через некоторое время поймите, насколько он важен. Скажи, чтобы все эти гены записать, нужно ли определенное количество данных? Да, хорошо. Так вот, будем считать, что количество ДНК, необходимое для записи 1Н информация, будет равно С. С это количество ДНК, которое необходимо для того, чтобы записать 1Н информацию на хромосом. Главное. А чтобы 2Н информации, сколько С данных? 2 С. Показываем, все понятно. А вот теперь давайте метод. Попробуем проанализировать. Ну, ваша клетка кожи какая-нибудь делится. Клетка кожи разжилась, конечно, в итоге при делении зигулка. Давным-давно, когда это произошло, перед вашим рождением, из ее потомка, ваше тело это встроено, в клетке кожи, в любой. Сколько ДН и сколько С. Любая клетка кожи. Два чуны. Два Н. И на каком количестве ДНК они записаны? На двух С. Вот там живет клетка, у которой 2Н, 2С. Это она в интерфейсе. Идет же один период, так важно. Все славно. И на некотором этапе клетка начинает подумывать о том, что пора размножаться. Что в первую очередь происходит? Размножить. С-период. С-период. Итак, что происходит в С-периоде? С-период. В С-периоде должно произойти копирование ДНК. Квадский. Хорошо. Если вы ДНК скопировали, то у вас с количеством ДНК с С. Удвоилось. Удвоилось. Значит, было у вас 2 С, сколько стало? 4. Стало 4С. А удвоится ли количество хромосомов? Нет. Ведь пока что оказывается, помните, как мы вчера и в Сауке? Да, они же скреплены вверх. Они скреплены друг к другу, в кофе оригинале. Скреплены вот так вот, в этой точке. Сантромер скреплены. То есть после С-периода, как описывается ядро, 4С2С. Это ясно? Отлично. Прошел уже 2 периода, ничего не изменилось. И пошел метод. Кром-паза. Мет-паза. А-но-паза. Т-о-паза. Потом циткинез. Кончился циткинез, у нас уже 2-3. Итак, на С-периоде у нас возникла вот такая композиция. В ядре в ленте 2Н и Ц. На какой из дальнейших паз и какие изменения произойдут? На мета-пазе станет 4 мета-4С. Можно так сказать. Можно так сказать. Можно так сказать. Вполне. Можно так. Это все пока в одной клетке. Почему у нас количество Н увеличилось? Что с хромосомами произошло? На границе, как не в это время, а вот здесь. Это последнее событие мета-паза. Это граница между мета-пазой и ано-пазой. Что в этот момент произойдет? Разорвутся. Двухроматильные хромосомы во что превратятся? В однохроматильные локуля. То есть, что с количеством хромосом в этот момент? Удвоилось. Что больше я абсолютно не могу? Отлично. А еще одну последнюю трансформацию. Никто здесь не видит? Потому что будет еще одна. Дело в том, что здесь после тела-паза во время цинкенеза, когда цитоплазма разобьется на обе полосы, мы что получим? А мы получим вот что. Еще раз. То есть, вот это 4М4С поверится вот так. Это понятно? В результате что произошло? А мы восстановили, что мы считаем. Теперь 5-3, совершенно независимо друг от друга, могут дальше жить, расти, заниматься. А когда дело дойдет до удиления, они опять прожат вот эту вещь. Сначала подводят количество ДНК, так же спереди, а фунтоклаза. А затем, уже в конце метра-паза метоза удвоится количество хромосомок. Затем все это разобьется на 2-3-3-3. Хорошо. Если с этим разобрались, с этим очень хорошо, потому что вот эти преобразования, обычно, ну, так скажем, средние школьники, очень средние школьники, как правило, у них не въезжают. Для них кажется, что это настолько неинтересно, настолько неважно, какие-то Н, какие-то С, какие-то хромосомы, чушь какая-то. А теперь давайте смотрим, что произойдет, если делаем такую штуку. Вот у нас Н, как фаза. Понятно, что С периода, у сучи какой фазы? С периода, у сучи какой фазы? БА. С периода, у сучи какой фазы? Н, как фаза. Вот он, С периода, Н, как фаза. Затем, РО фаза, мета, БА, ДЕЛО, метоз закончился. И дальше цитоген, КИНЕЗ. И МИНТВЕР. У каждого дня опять Интерфаза, МИНТВЕР. И дальше пошел метоз. Цитогенез. И так далее. Вот так идет три метоза. А теперь давайте смотреть, что-то по МИНЕЗ. А МИНЕЗ это очень просто. Прошло первое деление, очень похоже на метоз. Вот оно прошло. А дальше, а дальше, без всякой интерфазы, сразу, начинается следующее деление метоз. Если нет интерфаза, какое событие ищет эспирио вещество, может ли удвоиться количество ДНК? Нет. Количество ДНК не может удвоиться. В результате, каждый из этих клеток получил 2Н, 2С. 2Н, 2С. Если она пойдет по нормальному метозу, то здесь удвоится ДНК, здесь удвоится хромосома, и все нормально. А если у вас вообще исчезла вот она, или тряпка стерлянная, интерфаза нет, что не может удвоиться? Количество ДНК не может удвоиться. Не может. Поэтому мы так и останемся с 2Н, 2С. А деление вот здесь пройдет. В результате 1Н1С 4С. Вот это миюз состоит из двух последовательных делений, двух последовательных делений гидра скобных с метозами, но без интерфаза между ними. И так для каждого провести оно происходит один раз? Да. В результате вот это механично. Первый раз прошло 4 базы, разделил два ядра с вот такими соотношениями. И сразу же включается второе деление для каждого из этих ядеров. Каждый из этих ядеров прошло второе деление, мы получили на выходе 4 ядра. как же там разведелось? Вот сейчас я буду посмотреть на примере трагедия. Отличие, настоящее большое отличие, начинается даже не при начале миоза, а перед ним в АПС-периоде предшествующем первому делению метоз. В АПС-периоде что у нас должно происходить? В АПС-периоде интерфаза. В воене ДНК. при этом оригинал копия остаются отцепленными друг от друга, а не прицепленные белковой стяжкой. Берем ядро, которое готовится к миозу, не к метозу, а к миозу. Вот у нас есть падена большая хромосома. Она с удовольствием губка построила второй хромотин. Но тут же окажется, что если клиент готовится к миозу, то рядышком вот сюда к памятной большой хромосоме будет подобным гомолок. А гомологичная хромосома чья хромосома? Если это гомологичная вот эта хромосома. Представляем, что вот эта хромосома в данное ядро попала от папы этого организма. Падена хромосома. Если вы с этой ядре еще одна такая же. хромосома от кого туда подходит? От мамы. Отлично. И что сделают гомолки? А гомолки вот что сделают. То есть они не в разных частях ядра проходить стерилизацию. Они собрались вместе и вот это две важнейшие точки. Обратите внимание в этих двух точках их плечи пересеклись. Возникли фигуры креста. Представляете, когда стерилизация закончилась оказалось, что у нас возникла странная штука. У нас возникла компания не из двух хроматитов. А сколько хроматитов будет в этой компании? Четыре связанных между собой. Мамина хроматика вот она. А вот это к ней прилипла парочка пабельных хроматитов. Когда я говорю слово прилипла, пожалуйста, не думайте, что там красномат и хлея. Здесь такая сцепка за счет белковых агентов. Вот такую композицию будут называть бивалент. Бивалент. Имя Т рато хроматитов. Четырех хроматитное объединение. Понятно, почему это разно? Сколько хроматитов здесь вместе? Четыре хроматитов. Она добавлена хроматома, и вторая двуххроматитная маленькая. Первое важнейшее отличие первого деления мельоза образуется не двуххроматитная хромосома. В пропазе один мельоза образуются не двуххроматитная хромосома, а биваленты, состоящие из соединенных между собой двуххроматитных галмологов. Укрофнение. Если известно, что вот эта синяя хромосома вот в этой точке записан ген, определяющий цвет у вас. Покажи, где еще в этой системе записаны гены, определяющие цвет у вас. Итак, вот в этой точке точка один записан ген, определяющий цвет у вас. Вопрос, где еще записаны гены, определяющие цвет у вас. Вот здесь. Ставьте точки, точку, стойте. Так, так, отлично. Видите, каждый ген записан четыре раза. Понятно? А теперь вопрос, обязательно ли все эти записи одинаковые? Нет. Нет. Укажите те записи, которые очевидно одинаковые. Вот эти? Да. Одни. На самом деле здесь будут сгубрированы папина аллеля, а здесь мамина аллеля. Это понятно? Да. Ура. Все, сгубрированы молодцы. На следующей фазе, метапазе, хромосомы должны пойти к экватору клеток. Вот ставьте такой экватор, подсоединиться к верительному делению, и верительное дальше будет разводить к полюсам. Смотрим, как при миюзе один будет выглядеть. Вот один полюс, вот другой полюс. Вот верительное отлично. Вот акватор. Хорошо. Геваленту становится вовка. Там можете лучше. Папина я рисую первым тем, гамовня, а мамина гамовня синий. Это первая отрага. Вторая отрага. Тридцать отрага. В связи с этим два вопроса. Смотреть на схему, когда на доске находится точно на экватор, точно узкость экватора. Какие части тетрады попадают? тетрады пересекают плоскость экватора? вовка. А то есть чёстик если граны оба? А да. То есть скрепление. Продолжение внимание. Вот он и кого-то. Вот и кого-то. Вот и кого-то. Вот. Хорошо. Первый вопрос. Второй вопрос. Обязательно ли к Северному полюсу подсоединены только папина Гангул? Нет. Значит, на том случае. И из того, что в первой паре к Северному полюсу подсоединен папина Гангул, совершенно не значит, что у второй пари будет то же самое. И не следует, чтобы в третьей паре... То есть каждая пара сама решает вопрос, кто выше, кто ниже. Это понятно? А теперь метод позакончивается. При интузии, что должно было произойти? Фермент был вот так отрезвый, но хроматик был другой. А при нее же один, что произойдет? Кто-то гадал, что будет с этими правами? Расделение. Расделение кого-то, что самое главное? Расделение вот этих катушек, певалет. В каком месте границы? В границе гвадра. По гвадру? Вот так. Пекин, сочиненные порядки, которые перемешаются. И смотрите, что произойдет. Да, но при этом центромеры поймали хромосомные интегрированные тенанты. Ясно, что в следующий момент все поехали к разным полюсам. Берем вот этот хромосом. Вообще-то она патина, она белая. Да? Но у нее есть часть с ними. Но дело в том, что вот вот здесь и вот здесь не маминатель. Это понятно? То есть, что произошло? Произошел частичный обмен фрагментами хромосом. Вот так. Вот это поехало к северному полюсу. К южному, кто поедет. Вообще-то, к мамина хромосома. Но кто к ней прилетелся? Фрагменты поэзии. Так, где перемешался? Вот этот процесс, который происходит в серединке первого деления метоза, имеет свое название. Гроссинговер. Гроссинговер. От английского «россор» пересекаю. Гроссинговер – это процесс обмена гомологичными участками гомологичными между гомологичными хромосомами, между папинами и знаменами гомогами. Вот граница вреда. Голубая хромосома оказалась подшитая розовая мамина фрагмента. А розовая мамина хромосома – голубая папинка. У гомоговера очень жесткие прогулки. Смотрите, в результате эта хромосома получила часть чужих ролей, часть других программ, а часть своих программ отдала. Может ли она при этом получить программу на форму зубов, скорость роста волос, а отдать программу на глобку крови и пересекаючную зубовую сухую? Никогда. Как решать нет? Абсолютно верно. Ген одного типа меняется на ген того же самого типа. А как же те, которые различаются? Вот здесь возникает масса самых разных накладок. У голубой хромосомы ее сойдет не так. Они не образуют это. Они не гомоги, поэтому такую четвертую сцепить не могут. И более того, не дай бог, произойдет кроссенбовер между мужской и женской хромосомой в половой паре. И как бы это все представляете? Я вам просила. У млекопитальщиков не бывает ответственных генопротекций. У млекопитальщиков только ложный герой хромосомы. В результате, что соберется в ТЭО в Азии у плюсов? Дать характеристику компанию, которые в конце МИОЗа 1 соберутся. Те, кому у нас? Плохая характеристка. Что это за образование? Что там соберется? В конце того, кого же? Ну, гены, которые деньги... Гены, которые деньги... Какие хромосомы? Внимание! Внимание! В конце МИОЗа. В конце МИОЗа. Кто собирается в плюсов? В мамины среди, мы смотрим на чай. Чай-то мамины, в мамины хромосомы. В конце МИОЗа собираются однохроматидные хромосомы. Это ясно? При МИОЗе хроматиды разрежутся. В конце МИОЗа 1. Кто соберется? БИОЗа 2 хроматиды. Двухроматидная хромосома. При этом можно ли теперь точно сказать, что вот это чисто папина, а это чисто мамина? Уже частичная перетасовка произошла. За счет таких двух вещей разных, на самом деле. Первое. Прошенбовер. При крошенбовере у нас просто даже внутри хромосом переставили себя века. А переставили себя веком. А переставили себя веком. Можете ли вы заранее сказать, сколько папиных, сколько маминых участников уйдет в Северный поле? Нет. Нет. Так? Поэтому до того, как процесс прошел, можно ли предсказать, какая именно команда соберется здесь? Нет. Нет, нельзя. И в одних сейчас не то же. Входим и то же. Вот эти две команды должны быть абсолютно одинаковые, идентичные. А в ходе МИОЗа? Они совершенно разные. Гены, те же самые, аллельные варианты. Разные. Абсолютно разные. И получается две разные клетки. А в двух клетках получается не будет. Дело в том, что так только прошло первое деление, дальше что должно начаться? Второе. Второе деление. Второе деление идет совершенно так же, как идет метод. Значит, у колесов у нас теперь двуххромативная хромосома. Никаких этих новомолновых кокаратур. Так? Знаю, что мы получили. Вот клетка. Здесь у нас двуххромативная хромосома. Вот так. Можно я не буду рисовать то, что они прошли процедуру. Потому что на самом деле они пятнистые. Часть материалователем, а часть маленького. Ну и здесь такая шкафа. Помогили с правой. Хромосома двуххромативных. А такие? Вершина вертиноделения чем образована? Вот что здесь находится? Вверху вертиноделения. Какой органой? Он, собственно, и строит вертину. Является организатором вертинга. Вспоминайте, мы говорили, а здесь в одни полосы. По стороне вертиноделения. Центросома будет. Центромира – это вот этот поясочек фромосома. Центриоль. Центросома или Центриоль. Центриоль выделилась, и дочерние центриольки разошлись, и образовали до этого деления. А это значит, что центриольки вот здесь остались, ну, после того, как первое деление прошло, остались, к ним приехали вот эти ребята. Начало второго деления. Центриольки взяла, поделился вот так вот, и от Центриольки взяла, вот так поделился. Что между этими двумя парами произойдет? Снова. Вертиноделение. Раз. Вертиноделение. Два вертиноделения. Так. Куда уйдут вот эти хромосомы, которые опять оказались между полюсами? С новеньким экватором. Как пройдет новый экватор теперь? Вот для этого, Геретина, где пройдет экватор? Для этого? Да. Вот так. Как вам взяли? Так, чтобы это сделать? Да, и вот так. Так, и в принципе. Вместо второго деления, что сделают эти хромосомы? Пойдут к экватору. И присоединятся к хромосомным нитям, которые от полюса идут к оплатам. В конце метапазы второго деления. Что ферменты сделают с центромирами? Сентромиры – это пояски, которые стягивают две хроматика и дальше разворачиваются. Конец второго деления метапазы, конец метапазы второго деления. Что произойдет с хромосомами? Не станут полетами и станут. Не станут одно хроматированные. То есть на самом деле произойдет точно такая же история, как проходила методия. Пошла тело-класса два. Кто едет к полюсам? Опишите. Телеца какого состава едут к полюсам? Телло-класса два. Смерть. Что это? Разная однохромативная. Однохроматидная хромосома. Однохроматидная хромосома. Сколько вы таких наборов получите? Везде двадцать. Вот здесь. Сколько команд из однохромативной хромом? И они все будут с разным набором? С разным аллейным набором. А в смысле набор генов? Конечно. Набор генов видотипичен. Характерно допустимые данного вида. В результате, если в ходе миоза у нас должны получаться одинаковые или разные ядеры? Разные. В ходе миоза одинаковые. У этих двух процессов просто разные задачи. Миоз нужен для поддержания многообразия, разнообразия генетического состава. В ходе миоза двух одинаковых ядер вы просто не получите. И получится, что... А, и для каждого... А от каждого такого ядра разобьется, точнее, на его основе разобьется. Либо сперногазорка, либо яйца клетка. Все зависит от того, в чем организм этот процесс идет. Если этот процесс идет, половое железе у мужичка. То есть, каждого такого ядра, вокруг этого ядра, что будет строиться? Что будет строить? Что будет строить? Что будет строить? А еще этот процесс идет в стиле упаковки. И циклет. И циклет. В результате этого процесса, из дивоидной исходной клетки, понятно, что вот эта клетка имела 2N набор хромосом. Хромосом были удвоены. Это логичная парка. Прошел меню. Вот у этих ядер, которые вот здесь образуются, какой будет набор? Абсолютно раз. Не в этом, а в количественном. 1N. 1N. 2N. 4N. В этом случае, в этом случае. Каждый кричина записан дважды. В вашем нормальном варианте. А вот в том случае. 5N. 3N. Каждый кричин записан один в единственный раз. Задачка выполнена. Мы в два раза уменьшили и повысили разнообразие. Вот это и есть две главные задачи МИЛЮЗа. Не понят? Ну и эти 4 пойдут в одну. Вы себе не представляете, насколько по-разному дальнейшее создается клеток, когда МИЛЮЗ пойдет? Ну, начнем с того, если уж про человека говорить. Учить, что разных организмов здесь по-разному пойдет. У человека, ну, мужики, народ такой простой, откровенный, без всяких каких-то вытендрежек, поэтому у них как должно быть по схеме, так и что. Что имеем? Имеем семенники, в которых, как только прошел гормональный сигнал на подключение системы, то есть встроенной заготовке уже работает система, и среди клеток предшественников начинается МИЛЮЗ. С тем работает как? Вот семенник. Вот в центре сквозь семенник идет канал. Вот так. В дальнейшем науки пошел. Внутри семенник представляет из себя пакет трубочек, направленных в сторону канала. Вот так. А вот теперь, вот здесь на периферии сидят стволовые клетки. Обычные клетки системы, единственное, что они умеют, они умеют быстро делиться. При этом, выделившаяся клетка, та, которая образовывалась после этого отделения, оказывается вот здесь. После следующего отделения, где вот эта выделенная клетка окажется? Это периферии с ним дальше поделился, а потом еще раз поделился. И все ближе к этой лице? Ближе к чему? К центральному каналу. Значит, то есть чем больше времени проходит, тем сильнее клетка идет к центральному каналу. Вот так. По поводу этого движения клетки проходят миоз. Как раз два деления миоза. Поэтому, когда миоз кончился, клетки уже сидят здесь, по берегам канала и усиленно отращивают жгутики. А трон жгутик, кстати, совершенно детективная история по поводу происхождения сперматозой. Смотрим. Ну, понятно, что проходит цитокинез. При цитокинезе цитоклазма поделится на сколько? На четыре. На четыре полосы. На четыре ядра. Вот. И вот есть клетка, которая собирается превращаться в ферматозой. У нее гоплоидное ядро. У нее гоплоидное ядро. Ядро 1N1C. И у нее все органы. В частности, у нее есть метафондрия. На этом этапе клетка договаривается с метафондрием о том, что ребят, пора нажаться. И метафондрия начинает пучковаться. Их количество увеличивается. А дальше клетка сбрасывает почти всю цитоклазму чертой матери. Вот так. Вот это все сброшено. Этим заходится. И застатка. А застатка идет сертификоконструкция. Вот здесь, ядро. Здесь наша лимфическая программа. Все диктеосомы аппарата Гольджа. Помните, были такие цистерны, которые хранились через клазиум? Да. Вот все диктеосомы будут собраны вот здесь. И образуют такое тело, которое будет называться Афросома. Вообще, этот термодозор чертовски похож на римскую триему, боевую сумму. Так? И Афросома – это таран на носу боевого сумма. Отлично. Есть Афросома. Теперь, метафондрия. Все метафондрия клетка соберет в одну компанию и расположит их очень компактно. Как много метафондрии? А сколько АТЭПа надо? Для обеспечения длительную и быстро работаешь губчиками? Много. Много. А чтобы учить специально поддерживать высокую концентрацию АТЭПа, сколько метафондрии надо? Много. Вот. Поэтому все выкидываем, а метафондрия оставляем. Но самое интересное произойдет дальше. В районе гидра центриолька есть? Да. Есть. Центриолька вообще используется для построения веретеноделения. Да. Но дело в том, что в термодозоре… Сейчас из нее построят люди. В термодозоре стилируют центриольку, да? И от нее начинает отходить кучок микротрубочек. Так же, как при веретеноделении. Доль пол. Никакого веретена не скроется, а микротрубочки и гучком идут вот так. Их покрывают мембраны. В чем гучие? В чем гучие? В нем тоже. В нем тоже. В нем тоже стоящее головной части тела. Из шейки, из гучки. Отлично, все есть система. И у человека, у мужчины прошедшего полового созревания каждые сутки в организме вот так вот подготавливаются, иницируются и приходят к рабочему состоянию десятки тысяч половых лет. И так всю жизнь, точнее все время, пока мужчина находится в расцвете сил. У Баршина просто совсем по-другому. Еще до рождения девочки, в возрасте от 3 эмбриональных месяцев, до 2 месяцев до рождения, так леткие предшественники, которые здесь перестают делиться будущими яичниками. Как на время в яичниках примерно 200 предшественников. Это в яичниках 200 предшественников, все медозы здесь завершены. И еще до рождения барышни все эти 200 предшественников одновременно переходят к первому делению медиоза. Прошли пропазу 1 и все заверли. Когда пропазу 1 у них продолжится? Когда они продолжатся. Да. То есть, ребят, это случай, когда клеточное деление растягивается на 12, 13, 14 лет. Деление началось и зависло. Продолжится оно только под влиянием изменения концентрации гормона. Сигнал к продолжению медиоза. При этом, при этом, значит, вот такая история. Яичник тоже можно представить себе как систему трубочек. Правда, у него нет вот этих трубок. И в результате система оказывается вот такая забавная. Ну хорошо, но произошла данная и вскрепка, допустим, гордая. Бордая, большая, красивая, все чудесно. Вопрос, что с ней дальше делать? Как? Так вот, ткани яичника при созревании яйцеклетки вот так разлегаются. Вокруг нее образуется небольшая полость. Графов внутри ряда. Расти и созревать яйцеклетка будет 2 недели, 14 дней. За это время размер яйцеклетки увеличивается, увеличивается. Вот здесь яйцеклетки. Хорошо. А дальше что произойдет? Обратите внимание, стенка яйцеклетки с этой основой со стенкой яйцеклетки. Изнутри. Они это срастутся, а потом разойдутся. Яйцеклетки. Яйцеклетки лопну. И куда денется яйцеклетка? Наружу. Пространство между органами. Между петельки шеечника, печенью, мочевым пузырем, слезем. Прежуток между органами тела. Отлично. Вот это важнейший момент. Авгуляция, освобождение яйцеклетки. Сколько времени яйцеклетка окажется жизнеспособной? То есть сможет при оплотворении дать начало новому организму? Один день. Порядка 45 часов. То есть на самом деле двое суток. Отлично. Итак, после этого, если в районе сперматозоидов будет оплотворение, начнется беременность. Если нету сперматозоидов, двое суток прошло, сперматозоиды не пришли. Яйцеклетка разрушилась. А когда следующая яйцеклетка будет выброшена в систему? Через 2 недели. А не хотите 4 гумные недели? Гумный месяц, 28 дней. Дело в том, что еще 2 недели организм на всякий случай будет проверять, произошла беременность или не произошла. Потому что если беременность произошла, если оплотворение было, надо перестраивать работу маминого организма. Ее не надо. Да еще раз надо. Дальше 9 месяцев вам надо будет вынашивать эмбриот. Перестройки должны быть очень мощные. Итак, 2 недели на проверку. 2 недели на выращивание новой яйцеклетки. Через 28 дней новый выброс. Итак, в течение всего периода половой зрелости барышня раз в 28 дней одна яйцеклетка, одиночка. А у мужичков ежедневно десятки и сотни тысяч с первым этажами. То есть, мужичок, он как юный пионер за ним тот. Всегда готов. Барышня далеко не всегда готова. Ну, у нас есть шахи, у нас есть шахи. Ну, у нас есть шахи и мы с каким-то каком-то 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 каком-то. Продолжение следует...